Доброго дня всем моим зрителям! Сегодня я бы хотела показать вам вещи, которые сшила в феврале. Я понимаю, что когда это видео выйдет, будет уже скорее всего середина марта. Я надеюсь, что только середина. Я все-таки хочу показать февральские пошивы, потому что это сохранит хронологию, поскольку я показывала вам, что сшила в январе, ну и, наверное, логично показать, что было в феврале. Плюс это повод нам с вами пообщаться и мне рассказать о том, какие у меня были швейные проекты, швейные дела. Давайте начнем, потому что я предполагаю, что сегодняшнее видео будет дольше, чем январское, потому что идей было больше и вообще мне есть что рассказать. И начался мой швейный февраль с вот такой вот мини-юбочки. Это искусственная кожа. Вообще в феврале я очень много чего сшила из искусственной кожи. И один из девизов месяца моего был именно шью из искусственной кожи. У меня она была разная. И я на себе, на своей шкуре, так скажем, прочувствовала, даже не на своей шкуре, а на своей машинке прочувствовала, как шьется искусственная кожа и как это бывает. Потому что бывает всяко. Конкретно эта шилась не очень легко, потому что она такая, знаете, немножко как жвачка. То есть она очень мягкая, хорошо тянется, она на трикотажной основе и она гладкая. Очень такая глянцевая и блеск ее я не скажу, что мне сильно нравится. Вообще с чего все началось? Еще в январе я увидела в одной из групп ВКонтакте красивую шерстяную ткань, которую покажу вам чуть позже, потому что она стала юбкой. Но вот когда я увидела ту шерстяную ткань, мне захотелось на базе нее сделать некую капсулу, которая, ну скажем так, брюки, жакет и рубашка. И вот как раз на рубашку я хотела взять искусственную кожу. Я взяла тогда два оттенка, вот этот, поскольку его оставалось всего 50 сантиметров, вообще я хотела взять больше. Но его оставалось 50, и он отлично подходил к другому оттенку искусственной кожи, к вот такому вот. И я решила, пусть будут у меня оба, они хорошо сочетаются. В крайнем случае сделаю из этой темной, ну скажем, какие-нибудь акцентные детали, карманы, может быть, планочку. Но когда ко мне вся эта посылка приехала, я поняла, что капсула разваливается, поскольку шерстяная ткань на брюки не подходит, а брюки были основой капсулы. Ну и, в общем, я дала себе волю и, так скажем, раздербанила эту капсулу на отдельные вещи. И вот эти 50 сантиметров, которые должны были стать частью рубашки, у меня стали вот такой вот мини-юбочкой. Второй слоган, под которым проходил мой швейный февраль, это шью по винтажным выкроекам. По выкроекам из старой бурды 80-х, конца 80-х, то есть 88-89 годы. И вот в одном из этих журналов я увидела как раз-таки юбку. Там было пять вариантов. Значит, верхняя часть юбки вот такая вот прилегающая, это как наподобие кокетки, а нижняя часть это что-то пышное, отлетное, там, в общем, в складочку, не в складочку, всякое разное. И я подумала, какая это классная идея, чтобы сделать баску. То есть это не юбка, конечно же, это просто баска из искусственной кожи, которую я планировала носить поверх всего, что угодно. Там рубашек, свитеров, джемперов, брюк и всего такого. Но я просчиталась с обхватом бедер. То есть я взяла выкройку юбки, карандаша, которая сидит по бедрам в обтяжку. Я просто об этом не подумала. Что если я хочу, чтобы моя баска на бедрах была свободна, то прибавка на свободу в этой зоне должна быть больше, чем у обычной юбки карандаша. То есть, ну, прибавка, наверное, сантиметров 15. Я хочу сшить еще одну баску. На этот раз уже не из мягкой, тонкой кожи, потому что этот материал тоже не подошел в итоге на эту идею, потому что он слишком мягкий и сквозь него все просвечивает. Я хочу сшить баску из, знаете, наверное, сукна шерстяного. Что-то такое плотное, формодержащее, чтобы баска была именно как такой абажурчик. Ну, получилось, что получилось. По сути, это мой первый проект по винтажным выкройкам. И первые впечатления. Во-первых, о винтажных выкройках это то, что описание к ним, вот это описание пошива намного сложнее, чем в современных журналах. Я уже несколько лет шью по бурде современной, и, в общем-то, все там понимаю, вопросов не возникает. Когда я начала шить вот эту штучку, я реально на каждой строчке задавала вопрос, что вы от меня хотите, как это сделать? Хотя там даже картинки были. Просто дело в том, что здесь и сама конструкция сложнее, и какое-то описание, ну, то ли не такое подробное, то ли просто я такой человек. В общем, я не с первого раза понимала, что от меня надо. Но все-таки как-то я дошила это дело. Процесс осложнился как раз тем, что этот кожзам такой липковатый, глянцеватый. И моя машинка, у меня швейная машина Жуки 600, которая шила до этого момента все. Но в этом феврале она мне, знаете, вот как будто объявила какой-то бойкот. Началось все с вот этого материала. Она не захотела его шить. Пропускала стежки и зажевывала. Вообще искусственную кожу шьют с помощью тефлоновой лапки. Я такую лапку поставила. С ней стало полегче. Вроде как мы дошили, мы справились. Что получилось в итоге? Эта баска подходит только для тонких шелковых платьев, потому что по бедрам она сидит в обтяг. Ну, кстати, это хорошо, потому что выкройки винтажной бурды оказались мне очень хорошо в данном случае подходящими. Если в современных журналах я чаще всего корректирую обхват талии и обхват бедер, то здесь по бедрам мне вроде как нормально, но вот по талии чуть-чуть свободновато. И небольшой минус в том плане, что данная выкройка, ее не знаешь, как ушить. То есть здесь нет боковых швов. Единственное, куда можно что-то забрать, это пояс, либо вот сзади, вот здесь это вот шов сзади. То есть такая тоже не самая простая конструкция. Ну, кстати, она красивая. Мне нравится именно сам фасон. Сложненький такой. Кармашки здесь интересные. Причем кармашки я сейчас стала на вот искусственной коже обрабатывать закрытым швом. То есть не оверлоком, а двойным закрытым швом. Получается, на мой взгляд, очень красиво. С чем я хочу это носить? Конечно, эта вещь будет лежать теперь до лета, потому что ни с чем теплым, толстым, весенним, осенним она не сочетается, на мой взгляд. Но у меня с прошлого года остались вот такие вот платья из искусственного шелка, платья комбинации. Конкретно это. Это вообще мой огромнейший провал и позор, потому что здесь я купила искусственный шелк по цене настоящего. Я не знаю, как я так умудрилась, но у меня на самом деле не очень большой опыт в покупке шелка. Я только этим себя оправдываю. Но, тем не менее, я из него кое-что сшила. Это платье комбинация свободная. И вот за счет того, что видите, здесь фасон такой разлетайка, этой юбкой можно его приталивать. Ну и получается интересный вариант. И еще подходящий сюда, тоже искусственный шелк, на этот раз это платье с запахом. Тоже подходящего, как мне кажется, оттенка. И его тоже можно будет дополнить вот этой вот баской. Ну, это все будет уже летом. Кстати, все ссылки на мои сшитые работы, на платье на мне, на выкройки, на магазины. В общем, все, что может заинтересовать, я все это оставлю в инфобоксе. Так что проверяйте, смотрите там. Скорее всего, ответ, где это взять, там будет. Еще один момент в работе с искусственной кожей, это кнопки. Я на своей баске поставила пуговицы и выметывала петли. Это, я вам скажу, так себе удовольствие, потому что, ну скажем, эти материалы, они вообще не самые простые в работе. Плюс петли, это не самая простая, на мой взгляд, вещь. Да, не самый простой узел. Поэтому я всерьез задумалась о том, чтобы купить кнопки пробивные. У меня есть пресс, Тер-2, который называется. Я покупала его в прошлом году, чтобы шить детские бодики для детей моих подруг. Вот, и покупала кнопки, но рубашечные, вот эти вот, которые на детской одежде. А теперь мне нужны кнопки для верхней одежды. По-моему, они называются кнопки альфа. И они бывают в диаметре 15 и 12,5 метра. Ну вот я пока еще не решила, какие точно взять. Скорее всего, буду брать и те, и другие. Но вот какой цвет взять, не знаю, потому что их там очень много. И, ну, я, наверное, буду брать что-то бежево-золотистое, потому что, ну, хотя и черные надо, потому что у меня черный кожзам есть. В общем, до сих пор не купила кнопки, только потому что не знаю, какой цвет выбрать. А все брать, ну, честно говоря, дороговато. И продолжая тему кожзама, я хочу показать вам следующую мою работу. Это кожаные искусственные кожи, из искусственной кожи брюки. Вообще, тема искусств брюк. Мне в последнее время очень нравится. Я в январе сшила брюки, там это были шерстяные. И вот в феврале у меня появились вот такие вот темные, из искусственной кожи. Это, этот материал отличается от предыдущего. Я покупала его у нас в городе. И несмотря на то, что он был подороже, чем тот, что я заказала в интернете, я пошла, когда дошила эти брюки, я пошла и купила еще. Потому что он очень классный. Во-первых, здесь шикарный оттенок. Это не просто черный. Это цвет горького шоколада. Я вообще люблю горький шоколад. И мне вот чем больше процентов на шоколадке какао, тем мне больше нравится. Поэтому вот, наверное, и в качестве оттенка искусственной кожи мне нравится такое что-то потемнее, такое благородное. Не просто плоский черный, а вот это именно черный с таким вот шоколадным полутоном, отливом. В общем, я его вижу, по крайней мере, вот таким вот цветом горького шоколада. Кожзам отличается еще и блеском. Предыдущий прям блестел. Я не знаю, будет вам видно или нет. Но вот, мне кажется, вот я когда в жизни смотрю, у этого блеск матовый, а у этого более глянцевый. Мне тоже больше нравится матовый блеск. В общем, поэтому я, наверное, так сильно тащусь от этого темного. Выкройка у этих брюк из журнала Бурда 8-2019. И это вообще не похоже на то, что в журнале. Я хотела изначально шить себе что-то наподобие кюлот, просто как бы брюки, то есть не на резинке, а на классическом поясе, с гульфиком, длины, ну, такой, как бы немножко подстреленной, широкие, свободные и вот из искусственной кожи. Я не знаю, почему выбрала именно эту выкройку, мне показалось, что она подойдет. Надо было сшить пробник. Вообще, когда мы работаем с искусственной кожей, всегда рекомендуют шить пробники, потому что вносить корректировки в такие изделия невозможно, поскольку после проколов иглы большой риск, что дырки никуда не денутся и могут испортить весь внешний вид. Я не стала шить пробник, потому что решила, что очень много раз я уже шила брюки по бурде и они всегда на меня хорошо садились и вроде как эта модель ничем не отличается от тех, что я шила раньше, так что снова все должно быть хорошо. И, как вы понимаете, все было вообще нехорошо, потому что, когда я примерила, я поняла, что мало того, что они мне в бедрах очень свободные, они мне просто огромные в талии, но хуже всего было то, что задние полотнища вот здесь вот внутри, по внутреннему шву просто вылезали наперед и это был самый большой косяк, который я когда-либо встречала, когда шила брюки на себя. Я не знаю, у меня такое было в первый раз с бурдовской выкройкой и вот именно на искусственной коже, то есть не на ткани, нигде, а вот именно здесь. Что я сделала? Я распорола этот шаговый шов и просто с задних полотнищ срезала вот так ленту прям сверху вниз, да, прям вот от шва сидения вниз где-то шириной 5 сантиметров. Вот как бы то, что вылезало, как будто бы лишнее, я все это дело убрала. То есть у меня автоматически уменьшается шов сидения, у меня становится уже задняя как бы деталь, потом я снова все это брючки как бы собрала, примерила, по низу все там было нормально. То есть брючки больше не выворачивались, ну вот это не вылезало. Осталось только посадить по бедрам, по талии. И тут я подумала, стоит ли оно того. В принципе, этот кожзам, он на трикотажной основе и хорошо тянется. Так может быть, воспользоваться этим, и раз я их так на себя спокойно надеваю, может быть, не стоит вот это вот утягиваться им, как-то на пояс сажать, а просто поставить обычную резинку, и получились бы, чтобы простые, скажем так, пижамные брючки из искусственной кожи. В общем, то оно и вышло. Тут, кстати, есть еще кармашки, которые также я прошила вот этим двойным закрытым швом. Кармашки здесь от того, что это был самый первый узел, еще до того, как я начала шить вот эти все шаговые швы сидения, и они были прошиты, ну и, соответственно, потом их никуда не убрать. Поэтому на моих пижамных брючках из искусственной кожи есть кармашки, и сзади у меня есть выточки, которые тоже, в принципе, не нужны на этой модели, раз уж она с резинкой. Но, мне кажется, выточки могут здесь быть, потому что все-таки вот конкретно здесь посадка с ними как будто чуть лучше. Ну, не знаю. По крайней мере, у меня нет возможности оценить, как бы это все сидело без выточек, но у меня есть еще и выточки. Они тоже остались от начала пошива. Длина этих брюк 7 восьмых. То есть они как бы такие подстреленные. Я еще по низу оставила здесь такие тоннели, когда обрабатывала планочкой низ, оставила тоннели, чтобы можно было вдеть в них ленту. Я купила красивую, яркую, репсовую ленту с яркими надписями, чтобы потом можно было это все сюда вставить, и эта бы лента вот так присобирала брюки, ну, как на манер джоггеров, чтобы можно было сделать. Но я все еще так не сделала, потому что мне нравится, как они смотрятся вот в таком спокойном классическом варианте. Тут, кстати, в поясе тоже есть тоннель, и в пояс тоже можно вдеть репсовую ленту. Но мне нравится вот такой вот их спокойный классический вариант. Из отреза, который я купила дополнительно, я хочу сделать юбку с запахом или с имитацией запаха. Я здесь тоже взяла 1,4 метра. В общем, посмотрим по выкройкам. Вообще мне в винтажных номерах что-то нравится. Ну, какие больше будут подходить, я, в принципе, не ставлю себе задачу шить только по винтажным или только там по современным. Просто какая выкройка понравится, ту я и выберу. Вообще, мне искусственная кожа в последнее время очень симпатизирует тем, что она хорошо сочетается как, например, с какими-то вот винтажными блузками. Это тоже мой февральский проект, февральский пошив. Блузка из номера, по-моему, 888. И она хорошо смотрится с искусственной кожей. То есть, это такой винтаж плюс современность. Плюс, вот это моя январская блузочка, это наоборот, современность и современность. Вы, кстати, могли видеть вот эти брюки на примерке в видео про вот эту блузку с капюшоном. А, кстати, по поводу того, как шился этот кожзам. Он шился чуть легче, чем предыдущие цвета ириски. Но, когда я прокалывала, ну, то есть, шила, игла пробивала кожзам, вот это вот отверстие от иглы, да, оно было, знаете, не черным, а как будто бы вот между двумя слоями что-то белое, какая-то прослойка, и вот она проступала вокруг, я не знаю, даже фотографию ставлю. В общем, игла пробивала материал, и на поверхность выходил вот этот промежуточный белый слой. Я не знала, как с этим бороться, я меняла иглу, меняла нитки, все перепробовала. Под конец я перестала на эту тему заморачиваться и просто закрасила эти белые тычки черным маркером. В этом плане повезло, что у меня темный кожзам, и так можно было сделать, в общем, не пришлось подбирать маркер нужного оттенка. У меня, кстати, были еще чудесные нитки для отделочного шва. Вообще, если вы будете шить искусственную кожу, то очень круто, если получится подобрать какую-то ниточку толстенькую такую для отделочного стежка. У меня нашлась прям идеальная катушка Гутерман Тера, по-моему, 60 или 40. В общем, она толстенькая, крученая такая, блестящая. И, наверное, я еще так вот кайфую от этих брючек, потому что здесь вот они отстрочены именно вот этой красивой Терой. И вот с одной стороны, когда смотришь издалека, нет разницы между отстрочкой обычными швейными нитками, ну, обычной сороковкой, тем же Дортаком или Идеалом, и между отстрочкой Гутермановской, вот этой Терой толстенькой. Но когда начинаешь сравнивать вблизи, да, то сразу видно, где Тера, где обычные швейные. Так что, если есть возможность, то я, конечно, рекомендую поискать подходящую ниточку для отделочного стежка. Это прям на уровень, мне кажется, поднимает качество и красоту изделия. Готово. Раз уж мы с вами заговорили про винтажную блузку, давайте я расскажу вам про нее. Вот. Позвольте, я не буду снимать ее с манекена, поскольку она очень сильно мнется, и мне не хочется лишний раз к ней даже прикасаться, чтобы она еще больше не помялась. Это мое вдохновение винтажными магазинами, это секонд-хенды по-простому говоря, то есть магазины, которые продают старые вещи. Я там видела несколько интересных примеров блузок, и все они были уже распроданы. Я подумала, что, в принципе, такое можно сшить. Меня больше всего вдохновила идея вышивки на тонкой хлопковой блузке. Вариантов было много. Можно было сделать вышивку где-то вот здесь на планке, можно было просто украсить воротничок вышивкой. Я решила попробовать вообще супер интересный вариант. Это прям кружево, вышитое на уголке воротника. Этот дизайн машинной вышивки вообще из темы украшений для дома, украшений домашних салфеток. То есть он делается на салфетках. Но я решила его сделать на воротнике, и мне очень нравится, как получилось. Я понимаю, что это, возможно, что-то странное, и не все оценят, и не всем понравится, но я прям очень довольна, потому что это, мне кажется, винтаж, как я его себе представляю. Поскольку я небольшой мастер в плане машинной вышивки, а такие уголки я вообще делала в первый раз, у меня, конечно же, получился небольшой дефект. То есть у меня вот это вот кружево на 5 мм смещено вниз. То есть если бы это был как бы как насадка, хотелось бы ее вот еще повыше поднять, как бы до конца надеть на воротник. Но у меня вышли вот здесь такие 5-миллиметровые выступы. Ну, в принципе, я вышла из ситуации, как мне кажется, красивые, блестящие. Я пошла и купила стразы термоклеевые. У нас в магазине были замечательные стразы, которые блестят как настоящие бриллианты. Я не знаю, Сваровские это или нет. Если честно, меня это мало волнует. Мне главное, что это просто красиво. Вот. И когда на них попадает свет или солнце, или, не знаю, свет от ламп, то блестят как настоящие бриллианты. И я, когда примеряла эту блузку, прям получала огромное удовольствие, что на воротничках вот такие вот 4 капельки блестящих. И я даже рада, что вот этот дефект получился. Он дал мне возможность вот так вот еще дополнительно украсить мою блузку. Я вообще люблю все блестящее. Мне кажется, я бы вся обсыпалась блестками и ходила бы, если бы это было нормально, так скажем. Ну, хотя, в принципе, никто не мешает. Может, когда-нибудь так и сделаю. Это выкройка из винтажного номера 8, по-моему, 89. Там была целая коллекция с блузками. Я, честно говоря, не знала, какую выбрать, но потом просто вот именно для того, чтобы сделать вот такие красивые кружевные воротнички, выбрала эту. Очень классные рукава в винтажных журналах. В старых журналах Бурда мне не надо ничего корректировать в плане рукавов. Там моя длина и моя длина манжеты. Я здесь, кстати, делала такие вот манжеты, на которых тоже вышивала как бы это продолжение вот этой коллекции. Но вы можете видеть, что вот получились какие-то вот тут вот стянутости. Я не рискнула пришить манжеты, хотя вроде как ничего критичного, но я решила, что лучше пусть будут обычные манжеты. Не буду экспериментировать. И вот сам по себе вот эта вот длина вот этой манжеты это прям по выкройке Бурды. То есть в современных я меняю, промеряю, что как мне надо делаю, а здесь все сделано как будто на меня. Очень, конечно, это приятно, когда не нужно дополнительно ничего контролировать и изменять. Длина рукава классная, манжета классная. Воротник здесь я дублировала воротничковым дублерином именно для рубашек. Я пару лет назад брала себе ну что-то около полуметра, потому что думала, что буду шить рубашки Игорю, но Игорь отказался от таких рубашек. Он просто не любит примерки в процессе пошива, поэтому ему проще купить в магазине, чем вот это все терпеть, пока я на него 10 раз померяю. Вот, поэтому я этот дублерин использовала здесь на одном из воротников, на верхнем, по-моему, да, на верхнем воротнике. И поэтому у меня вот воротник в этой блузке, он такой монолитный, тяжелый, плотный, то есть сама ткань, ну она не мягкая, сама ткань тонкая, а воротник по сравнению с ней такой толстый и твердый получается. Но вот мне этого эффекта и хотелось добиться, чтобы он лежал прям так тяжело, а не был как тряпочка, потому что все-таки здесь на нем много декора, и он этот декор должен гордо нести в массы. И вот чтобы он не прогнулся от количества декора, я его делала таким твердым. Тут, кстати, есть такой момент, из-за того, что воротник такой грубый вышел, у меня не очень хорошо смотрелась вот эта верхняя часть планки, и она как-то немножко мялась, и мне пришлось вот здесь подшить маленькую такую кнопочку, да, чтобы вот, ну вот эта часть у меня никуда не отгибалась, и вот в этом районе все было красиво. Красивые пуговки тоже получилось подобрать у нас в магазине в городе, там же, где и были стразы. Я хотела именно ретро-пуговицы, которые вот подчеркнут ретро-стиль, не что-то современное, а вот чтобы было ощущение, что эту блузку прям достали из маминого шкафа. И вот как раз, мне кажется, получилось прям все это повторить. Единственный минус этой блузки, то, что она сильно мнется, ну и, честно сказать, гладится она легко, то есть каких-то особых проблем с утюжкой нет, единственное, что, конечно, стоит в ней только почему-то прислониться, как-то присесть, и появляются такие, знаете, следы благородной помятости. Я к этому нормально отношусь, ну это не слишком плохо, но не слишком хорошо, нейтрально, в общем, я знаю, что есть ткани, которые мнутся, ну что ж, пусть мнутся, будем носить как есть. Следующий проект, который у меня был, это была вот такая вот юбка. Это простая юбка, карандаш из теплой-теплой шерсти. Это та самая шерсть, которая должна была стать основой моей капсулы. Я, значит, вот как раз взяла ее, я взяла 50, то есть я взяла вот этой шерсти, 1,4 метра на брюки, я взяла вот это вот, ну я вам уже показывала искусственную кожу, вот эта искусственная кожа должна была стать рубашкой к брюкам, вот из этой шерсти, то есть такой вот момент. и еще я купила вот такой вот букле, чтобы из него сшить жакет. Жакет наподобие джинсовки, вот этот вот прямой, с отложным воротничком остреньким, может быть, немножко укороченный, и он тоже должен был у меня чудесным образом сочетаться с вот этими моими брюками. Все классно, все сочетается. Кроме того, единственным но, которое обрушило всю эту прекрасную затею, стала ширина ткани. Ширина вот этой шерсти 130 сантиметров. Я этого не заметила, когда делала заказ. И вообще, если честно, если бы я знала, что она 130, я бы ничего покупать не стала. Потому что это ну очень маленькая ширина, и на брюки мне пришлось брать бы две длины. Цена за метр ткани 1000 рублей. Ну как бы, честно говоря, я не хотела бы столько денег тратить на эти брюки. В общем, но раз уж я ее заказала, она приехала, я брала 1,4 метра. Могу сказать, знаете, такое приятное впечатление от магазина, они мне отрезали не 1,4, а 1,55. Я вот теперь думаю, мне отрезали 1,55 просто так, либо потому, что на сайте не было указано ширина, то есть, ну как бы, просто была указана цена, да, я сделала заказ, когда мне стали этот заказ отмерять, может быть, я была вообще первым клиентом, и магазин именно в этот момент понял, что ткань-то узкая, и дабы не иметь никаких претензий, да, чтобы я не возмущалась, мне отрезали больше. Вот этот мне, я не знаю, девочки, это чисто мое предположение, потому что никаких скриншотов у меня нет с того момента, когда я заказывала, а позже уже добавили, ну, когда я сама померила, я пошла посмотреть, указана ширина или нет, ширина была указана. Так что ко мне этот кусочек приехал на 15 сантиметров длиннее, но меня это не спасло. На брюки мне не хватало, от слова совсем, учитывая, что я эту ткань вообще постирала, она еще подсела, это двухслойная пальтово-костюмная шерсть, очень красивого оттенка, пудрово-розово-бежевого, и на брюки его не хватало. И дальше начался огромный квест, что же из нее сшить. Я выбирала, вот знаете, все выкройки перетрясла, какие только у меня были. Ни на какие брюки не хватало, я решила сшить жакет. Но с жакетами у нас тут на севере история двоякая. По крайней мере, лично у меня сложилось впечатление, что носить их здесь просто некогда. Может быть, просто я не такой большой любитель жакета, но у нас очень долго холодно-холодно, потом как-то резко начинается тепло, и получается вот этот жакет очень короткий период, когда ты его будешь носить. А вот, например, теплые брюки или теплую юбку можно носить чуть ли не 10 месяцев в году. Поэтому я как раз вот и хотела себе что-то такое. Поэтому я отказалась от идеи с жакетом, тем более, что все-таки у меня еще букле именно на жакет купленное, то есть мне все-таки нужен был какой-то низ. Далее я рассматривала вариант юбки трапеции. Короткая юбка-трапеция. Как раз, ну, в принципе, зимой подходит, разве что в ней очень холодно. И вот именно из-за того, что в юбках-трапециях холодно, я отказалась от затеи, хотя мне идея нравилась, я даже хотела сделать вышивку на этой юбке, чтобы она такая кокетливая получилась, но, опять же, это было бы непрактично. А такой красивый розово-бежевый оттенок очень редко встречается, и просто перевести его на какую-то вещь, которую я буду носить редко, мне не хотелось. Я хотела получить такую, знаете, рабочую лошадку, и вот это как раз вот такая юбка и вышла. Но, чтобы все было не так скучно, я решила добавить кружево. Но, опять же, вот эти вот качели. Я хочу базовую модель, чтобы можно было совсем носить, и как сюда кружево. Кружево никак не подходит. Поэтому я из кружева сшила абсолютно отдельную, независимую юбку, которую можно как чехол, так скажем, надевать поверх вот этой вот основной бежевой. То есть идея такая. Если тебе нужен скромный офисный вариант, то надеваешь просто бежевую юбку. Если тебя приглашают куда-то на праздник, в кафе, то поверх этой бежевой, как фарточек, надевается вот такая вот кружевная, так скажем. И все, ты уже красотка в кружевной юбке. Причем у меня кружево идеально подошло по оттенку к этой шерсти. Я брала это кружево в прошлой весной на тренч. И оно, честно говоря, я не знаю, буду шить этот тренч или нет, потому что ему нужна основа. Это какой-то атлас или другой плотный материал, на который можно наложить кружево. В противном случае получится не тренч, а платье, что тоже неплохо, но не совсем то, что я изначально вроде как задумывала. А такой атлас у меня найти не получается. Поэтому кружево пока просто лежит. Ну и я решила уже начать его немножко теребить. Что-то вот кусочек уже от него отрезало. Но я надеюсь, на том сайте оно еще будет, или может быть даже еще есть оно. Но это был магазин Сам Себе Кутюрье. Может быть там оно до сих пор даже есть. Так что если прям сильно надо будет, можно будет еще заказать. Ну а пока у меня получилось вот таких вот две юбочки. Если уж быть совсем откровенной, на кружевной я хотела делать вышивку. Уже очень давно, больше года, я мечтаю попробовать вот эту фишку вышить на кружеве. Такое было у Гуччи, точно знаю. И по-моему еще у кого-то из больших дизайнеров. Идея мне нравится. Я люблю такой аляповатый, немножко гротескный декор. У меня правда его немного. Просто сложно его вписать в гардероб. Но вот какую-то бы одну вещь, возможно, я хотела у себя иметь. И думала на этом кружеве что-то вышить. Какие-нибудь цветы. Выбирала дизайны. А потом, когда все это сшила, посмотрела, мне захотелось опять же оставить вот так вот спокойно, классически, скромно, чтобы можно было и в пир, и в мир, и в добрые люди. Ну знаете, утешилась тем, что у меня есть еще такое кружево. И если прям, ну вот, очень сильно хотеться будет, я могу сшить еще одну такую вот кружевную юбку и уже на ней вышить то, что я хочу. То есть у меня, по сути, будет три уже бежевых юбки. Одна базовая и две сверху кружевных. Кстати, можно будет даже вот ту вторую с вышивкой, да, сделать не как юбка, а как фартук. То есть вот эта кружевная моя сейчас, у нее сзади планка с пуговицами. А вот ту можно будет сшить как фартук, то есть чтобы завязывался, например, на спине какой-то бант, спереди была такая вот красивая вышивка. Ну, действительно, добавить декора, чтобы вот в этом большом количестве он казался нормальным. Вот, знаете, такая фишка, что добавлять надо либо мало, либо супер много, чтобы казалось, что так вот все и задумано. Итак, следующий мой проект. Немножко, девчонки, не по порядку, уже пошло тут, но ладно. Это вот такая вот шоколадная блузка. Я ее сшила в паре сразу же вот в комплект к моим кожаным брюкам. И это, опять же, винтаж и современность. Винтаж и современность. Хотя выкройка здесь не совсем винтажная. Она из журнала, по-моему, 10-го года. Это 10-10, по-моему, номер. Там девушка в поплиновой блузке с огромным бантом кота Леопольда. И эта выкройка мне нравится уже много лет. Я все хотела сшить ее именно из хлопка. Но, опять же, по той причине, что у нас очень короткое лето. И вот эти вот хлопковые блузки, мне просто некогда их все носить. Мне намного практичнее шить какие-то демисезонные модели. Ну и вот у меня такой проект из шерстяного тонкого трикотажа. Вообще, тонкий трикотаж это такой особый материал в работе. Он требует к себе повышенного внимания. Хотя, казалось бы, трикотаж. Но так запросто обработать низ здесь не получается. Я здесь все обрабатывала вот такими ручными стежками. Потайными с помощью текстурированных тонюсеньких ниточек. Чтобы ничего не было видно с лицевой стороны. Носить такую блузку нужно тоже аккуратно. Потому что, ну, ручные стежки их, если что, легко деформировать. Я так вообще это на раз-два делаю. Поэтому я люблю машинные строчки. Если есть шанс прошить на машине, я это сделаю на ней. Но вот если никаких вариантов нет, что-то с машиной, да, чтобы она мне помогла. Ну, тогда я буду пытаться руками. Здесь на руках прошит низ рукавов, низ блузки. И закреплен внутренний воротник вокруг горловины. Чтобы тоже было красиво. Очень мне нравится здесь, конечно же, вот этот воротник-стойка, который переходит в галстучек, либо в бант. В журнале выкройка шла в двух вариантах банта. Очень длинный большой бант. И прям супер маленький. У меня нечто среднее. Просто потому, что мне именно на такую длину хватило моего материала. У меня ушел весь отрез. Я брала, по-моему, где-то метра полтора. Здесь, кстати, вот эта лента занимает, вот этот вот воротник, он занимает много ширины. Там чуть ли не 40 сантиметров на него надо. Вот по ширине. И там вот у меня полностью полоса полтора, наверное, тут была. Девчонки, врать не буду точно. Ну, в общем, на воротник надо много. Если вдруг будете по этой выкройке шить, имейте в виду, что здесь нужен хороший запас именно вот на этот декор, так скажем. Материал это шерстяной тонкий трикотаж из магазина Распродаж, как я его называю, дисконт центра в Тюмени. У него есть дефект. То есть здесь вообще такие молочные горошки на шоколадном фоне. Но некоторые горошки здесь не молочные, а розоватые. Но вот если честно, когда смотришь издалека, это вообще в глаза не бросается. И мне кажется, если об этом специально никому не говорить, то никто и не узнает. Меня этот факт вообще никак не смущает. Мне кажется, что горошки могут быть любого цвета. И не обязательно, они все должны быть молочные. То есть это так естественно, разного цвета горошки. Но мне очень нравится такая блузка. Я вообще люблю оттенки шоколадного. Они такие теплые, уютные, успокаивающие. И вот у меня получился февраль. То есть если в январе я шила все серое, то февраль у меня такой теплый шоколадно-персиковый. У меня тут теплый, тут везде все теплое. Ну и как шоколад с мятой я хочу показать вам вот такой вот вкусный мятный кардиган, который я купила. Я его не вязала ни на заказ, ни сама. Я его купила вот как раз в секонд-хенде. Это мой первый опыт покупки в секонд-хендах. Я знаю, что к таким местам для покупок люди могут относиться по-разному. Я сама отношусь нормально к секонд-хендам. То есть вещь мы стираем, мы ее покупаем и соответственно она становится нашей. И вот я как-то, честно говоря, не думаю о том, кому она там раньше принадлежала. Тем более я этих людей не знаю и прекрасно. Они не знают меня, я не знаю их. Для меня эта вещь как новая. Ладно, дело-то не в этом. Хочу его просто вам продемонстрировать. Он немножко колючий такой, пушистый, объемный. Я его брала опять же под мои теперь уже объемные пальто. У меня есть вот это мое грассер. Оно вмещает внутрь себя все что угодно. И такой вот теплый кардиган в том числе. Абсолютно не чувствуешь себя капустой. Свободно, легко, комфортно и при этом очень уютно и очень тепло. У меня этот кардиган опять же с черными кожаными брюками. Мне кажется будет классно сочетаться. Опять же по принципу современная и винтажная. И кожа плюс винтаж. Также у меня есть с 2018 года вот такие тоже мои любимые зимние брюки. Шоколадные тоже, мне кажется, он сюда хорошо подходит. Вообще мне такой вот оттенок мятный очень нравится. В одной из винтажных бурт был похожий кардиган, только без вышивки. И мне кажется этот прям его продолжение. Я наверное его только поэтому и купила, потому что мне нравился тот в бурде. И когда я увидела этот, у меня прям в подсознании одно и то же самое. Одно и то же самое. Вот оно то, что ты хотела. Ну вот, мечты материализуются, что называется. Я его еще сильно не эксплуатировала. Так несколько раз надевала вот с пальто, когда на улице было прохладно. Тепло, уютно, хорошо. Главное внутрь надевать что-то хлопковое, чтобы не сильно кололся он. А так все прекрасно. И наверное давайте покажу еще одну мою покупку. Это как бы дополнение моей капсулы. Это вот такой вот бежевый джемпер. Мне очень понравился его состав. Тут 30% шерсти, 45% кашемира и остальное вискоза. И при этом он стоил 1800 рублей. Ну я думаю, что это довольно приятная цена для такого состава. Он очень приятный к телу. Такой тоже слегка пушистый, мягкий, действительно теплый. И причем это, знаете, наша российская фирма. Я когда пришла из магазина, ну вообще заказывает все на Wildberries. У нас в городе сейчас очень много их пунктов выдачи стало. И вообще, мне кажется, весь наш город сейчас стал одеваться именно там. Так вот, я, даже не я, а они меня эти вещи сами на сайте находят. На Wildberries огромное количество всего. И там реально чувствуешь, что ты вот роешься, 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 что-то ищешь, ищешь. Не находишь. А бывает случайно зайдешь и вот в рекомендованном выстреливают вот такие вот вещицы, у которых и состав, и цена. Ну это какая-то была распродажа. Потому что я пошла посмотрела, сколько стоят вещи вот этого бренда To Be Blossom без скидок. И там цены-то как бы нехилые. Вот. А это, видимо, коллекция прошлого года. Их оставалось два штуки. Вот один такой цвета овсянки. И был еще серый. Который я тоже заказала, но уже спустя. То есть я получила вот этот вот бежевый. Пришла домой, кайфанула. Позвонила подружке, которая тоже любит такие вещи. Я говорю, Катя, я нашла такой джемпер. Он тебе обязательно понравится. Только ты знаешь, я его уже заказала. Он когда ко мне придет, я его потом тебе перешлю. То есть я так торопилась его заказать. Не то чтобы я у подружки его увела из-под носа. Просто у меня подружка, она может как бы не сразу так вот включиться в действие. То есть я человек прям, все, быстрее, бежим, бежим. А она так надо подумать. Думаю, пока она будет думать, его уже кто-нибудь уведет. И я решила опередить всех. В общем, теперь у нас их два. У меня будет бежевый, у нее серенький. Очень классный. В общем, ну, бывает, да, вот такие вещи на Вайлдберрисе прям. Это, конечно, вообще не реклама Вайлдберриса. Просто, наверное, хочется поделиться мнением, что не каждый раз, но иногда там прям что-то крутое само тебя находит. И на этом я продолжаю там что-то заказывать. Потому что вот специально, знаете, такое не найдешь. Я в постоянном поиске теплых вещей, теплых кардиганов, теплых джемперов. И я вам скажу, не так уж их много в интернете. И иногда то, что нравится, там ценник. Ого-го-го-го-го-го. Мне нравится один джемперок от Хьюго Босс. Так он стоит 10 тысяч. Притом это футболочка. Ладно, и давайте перейдем к финальной вещи этого видео. Вот такой вот курточки. Вообще, честно говоря, показывать ее в этом видео не совсем корректно. Потому что шила я ее начала в феврале, а закончила в марте. Я хотела этой курточкой и видео о ней поздравить вас с 8 марта. Снять такое видео оптимистичное. Ля-ля-ля. Там это вот веселая курточка с пионами. Но, знаете, как бы все начинается за здравие, окончается... Ну, как-то так. У меня настроение вообще пропало к 8 марта. И никакого желания ничего снимать вообще не было. И курточку-то я, конечно, дошила. Но вот показываю ее только сейчас. А, значит, это тоже винтажный выпуск Бурды. Номер, по-моему, 1289. Там это размер 38-40. Ну, то есть это такой парный размер, как бы на два размера. Ну, вот она такая очень-очень огромная. Мне кажется, по своему оверсайзу она еще больше, чем вот это вот грассеровское пальто. Ну, либо они такие, знаете, в одной весовой категории. Просто она кажется объемнее за счет утеплителя. Значит, утеплитель здесь Alpalux. А, по-моему, 150. Дело в том, что я покупала его у подружки, которая когда-то покупала его своему мужу на брюки. И, в общем, я не стала пытать подружку, что это и сколько там граммаж. Вот просто забрала у нее все эти остатки и начала шить. Я просто понимаю, что это Alpalux, потому что из-за софта он более шелковистый. Alpalux, он такой чуть более шершавенький. Ну, ладно, неважно. В общем, где-то 150. Когда я его простегала вместе с плащевкой, все стало вообще таким супер тонким. Я даже переживала, что как-то не так объемно получается, как я хотела. Ну, вроде как в готовом виде мне все нравится. Сама по себе плащевка это принц. Материал называется принц. И покупался он еще тоже, знаете, много лет назад. Когда я была под впечатлением от вот таких вот ярких плащевок. У меня есть плащ с перышками. У меня есть плащ с калибри. И это вот из той же темы. Но со временем я просто поняла, что, наверное, вот такие инфантильные принты нужно очень аккуратно использовать в гардеробе, чтобы выглядело это уместно и, не знаю, адекватно что ли возрасту, адекватно окружающему миру. В общем, мне просто со временем эти принты действительно стали казаться слишком детскими. И я, честно говоря, даже хотела продать вот эту плащевку. Потом я, когда поняла, что никто ее у меня не хочет покупать из подружек шьющих. Я хотела сшить из нее что-то детям моих подружек, дочкам. И вот когда буквально только я встретила винтажную бурду и вот эту вот огромную выкройку, которая, знаете, сама по себе такая грубая, прямая, спортивная. Мне понравилась выкройка и мне хотелось в нее добавить женственности и нежности. И вот мне кажется идеально просто эта плащевка лежала и ждала какой-то вот такой гипер-оверсайзной выкройки, чтобы вместе они стали вот таким чудесным, прекрасным изделием. Это вот то, что мне очень нравится. И вот в таком формате этот цветочный нежный ванильный принт меня ни капельки не смущает. А если бы это был какой-то пуховичок по фигуре, то тут уже у меня были бы вопросы, что ну как-то выглядит это, не знаю, не так стильно что ли. Не знаю, может это только мои заморочки, но вот я хотела эту плащевку именно как-то стильно реализовать и мне кажется это получилось. Выкройка тут без всяких изменений, вот как она есть, так я ее и сшила. Рукав оригинальный, опять же рукав мне полностью подошел по длине. То есть я делаю вывод, что винтажная бурда на девушек с длинными руками. Вот, и мне это очень нравится, меня это вдохновляет продолжать свои швейные эксперименты по винтажу. Что еще по поводу этой куртки? Вы знаете, у меня машинка ее шить отказалась. Это вообще было удивительно, потому что я считала, что Жуки 600 у меня шьет все. А тут на воротнике было 4 слоя, и надо было прошить, и она не хотела. Я ее заставляю, она не хочет. Я еще раз, она не хочет. Она просто пропускает строчки, и я не знаю, что происходит. В итоге я достала свою первую швейную машину New Home 15050. С ней все хорошо, я ее поменяла на Жуки, просто потому что Жуки более комфортные. Она белый свет, тише ход, красивые петли, красивые строчки. То есть, вот просто покруче, знаете, вот когда у тебя есть что-то, а ты хочешь еще что-то получше. Ну вот, примерно так. Но старую машинку я не продавала. Я хранила ее вот как раз на случай какой-то непонятки. И она очень даже мне пригодилась. И когда я начала шить на своей старой машине, вы знаете, я поняла, что моя Жуки начала стучать, шипеть, шуршать, скрипеть. И, в общем, пора мою Жуки смазывать. Хотя в инструкции к Жуке 600 сказано, что смазывать ее не надо. Мы с Игорем долгое время были согласны с инструкцией, что ничего смазывать не надо. И смазывали только вот то, что там под шпулькой, да, вот это вот челнок, в общем, там капельку добавляли. А в этот раз мы разобрали машину полностью. Ну, мы, Игорь. Игорь разобрал ее полностью. На Ютубе есть видео на канале Папа Швей, как смазывать компьютеризированную машину. Я сейчас никого не призываю разбирать и аналогично делать все со своей. Просто в нашем городе нет никаких сервисных центров, нет мастеров. У меня очень маленький северный город. И просто скажем, либо ты это делаешь сам, либо ты не делаешь это вообще. Ну, и мы решили рискнуть. В общем, Игорь ее разобрал, смазал, как было в этом видео показано. И машина действительно стала шить тише. Я пока с тех пор на ней ничего глобального еще не шила. Ну, пошью, расскажу, посмотрим, что будет дальше. Так что, вот так вот эта куртка смотивировала нас смазать жуки. И, наверное, действительно надо смазывать швейные машины. Девчонки, я не знаю. У меня вот в Инстаграм, когда я этот пост делала про смазку жуки, мнения прямо разделились. Кто-то смазывал, кто-то нет. Я не настаиваю, что надо. Кто-то говорит, что у современных швейных машин такой короткий срок годности, что вот якобы, как только она начинает там скрипеть и клинить, то ты должен купить новую. Типа производитель на то и рассчитывает. Ну, мы же, я не знаю, русские люди. Мы хотим, чтобы у нас все работало вечно. Поэтому мы это будем все делать так, я не знаю, ну, крафтить до того уровня, пока это не начнет работать, как нам надо. Так что мы вот такие. Мы вообще очень многое любим делать сами, своими руками. И поэтому в сервисные центры обращаемся только в случае прям супер какой-то крайней необходимости. Вот. У нас тут даже недавно был случай. У нас сломалась мультиварка. И мы могли спокойно отнести ее, сдать по гарантии в магазин. Но мы нет. Мы решили сами ее разобрать, распаять, перепаять. И, в общем, потому что в этом сервисном центре все так долго. А мы же это сделаем быстрее. В общем, вот такие дела. Вот, девчонки, такая у меня курточка. На этом пианистом розовом моменте я буду с вами прощаться. Большое спасибо за внимание. Я была очень рада снимать для вас это видео. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok